Программу «День пельмень» на Национальном телевидении Чувашии представляет сеть профессиональных стоматологий «Дентомед». Хохотушки-веселушки! Говорушки-непослушки! За животики-держалки! Обсуставки-игралки! С нами праздник каждый день! Передачи «День пельмень»! Всем привет! Вы смотрите самую веселую программу «День пельмень». Ура! Обратили внимание на наши костюмы? Это все мы специально. Потому что сегодня мы будем отмечать день наоборот. И начнем мы с ходьбы с датом наперед. Поехали! Дети любят делать все наоборот. И взрослые про это знают. Мама частенько говорит мне, только посуду сегодня не мой. И я знаю, что посуду мне обязательно сегодня надо помыть. Ребят, а вам родители что-нибудь наоборот говорили? Покупаем сегодня подарки. А это означает, что мы не покупаем сегодня подарки. Прикольно, да. Мне мама один раз говорила, сегодня, пожалуйста, пыль не протирать. А я сразу поняла, что пыль обязательно надо протирать. Хорошо. Я не знаю, когда она говорит нормально, а когда вот с подвохом. Хорошо. Мне мама говорила, что не делай уроки, все равно не надо. А я сразу понял, что их надо делать и быстрее сделал. Все сделал? Да. Знаменитый поэт Григорий Остр придумал кучу вредных советов, чтобы мы их прочитали и сделали все наоборот. Ну, например, если ты в своем кармане ни копейки не нашел, загляни в карман соседа, очевидно, деньги там. Ребят, а вы какие можете придумать вредные советы? Если ты уроки забыл, спеши у соседа. Если ты не хочешь кашу, заведи себе собаку, которая будет тихоря съедать ее. Ребят, что бы вы хотели сделать в день наоборот? Я бы хотела, чтобы все учителя вместе нас стали учениками, а мы бы стали учителями. Ставили им двойки? Да. Классно. А я бы хотела быть мамой, чтобы отшлепала ремнем маму, а сама себе нет. Я сегодня буду есть на стуле, а сидеть на столе. Я хотела бы занять место стоматологов, чтобы я лечила стоматологам зубы, а они нам нет. А ты умеешь лечить зубы? Почти. Хорошо. Я хочу, чтобы не я ходил по коверкам. А теперь давайте поиграем. Вы должны сделать все наоборот. То есть, если я скажу шаг вперед, вы делаете шаг назад. Готовы? Да. Взад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед, вперед. Назад. Еще раз вперед и еще раз назад. Ага, запутались? А теперь давайте попробуем говорить слова наоборот. Например, слово мяч. Кто хочет попробовать? Чам. Молоко. Ком. Нет, молоко не так будет. Молоко. О-ко-лом. Вот. Яблоко. О-ло-бя. А как где? О-ко-л-бя. Молодец. А теперь слово шалаш. Кто хочет сказать? Шалаш. Молодец. Такие слова, как шалаш или ала, называются палиндромом. Потому что их можно читать и с конца, и с начала. Есть даже целые предложения палиндрома. Мокнет Оксана с котенком. И с конца тоже. Мокнет Оксана с котенком. А с вами была программа «День пельмень». О-ко-пока! Пока-пока! Высококвалифицированные врачи клиники «Дентомед» верны своей работе. И неизменно вот уже многие годы отлично выполняют свой долг перед пациентами. Добро пожаловать в клинику «Дентомед». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова